Всем привет! Сегодня у нас с вами будет необычный влог, мы будем с вами копаться в моей косметике. И о чем я собственно говорю, сегодня я снимала видео, обзор на тональную основу от Tarte. Вот так вот выглядит сейчас мое рабочее место, на котором я снимаю, и тут вот у меня валяется консилер. И вот это вот мое рабочее место после съемки. Конечно, это не только после съемки, это вообще вот то, что случилось где-то, наверное, за неделю использования косметики. Короче говоря, тут все, и что сподвигло меня на создание этого видео, это моя косметичка. Изначально предполагалось, что в этой косметичке будет находиться все, что самое-самое любимое мною на теперешний, скажем так, момент, чтобы я могла быстро это найти, чтобы все у меня было под рукой, но постепенно эта косметичка превратилась в какой-то хаос. И я сейчас вообще ничего здесь найти не могу, поэтому хочу это все разобрать, перебрать, то, что не нужно убрать отсюда, и то, что нужно оставить, чтобы все было как бы в прямом доступе. Тут тоже еще лежит новая косметика, которой я вообще не пользовалась. Это, кстати, подарок от моей подруги Лены. Ленуська, привет! Еще ничего не пробовала, все лежит здесь, пока еще ждет своего часа. Очень-очень интересно, но, к сожалению, вообще не было времени, поэтому извини, в ближайшее время обязательно все потестирую. Какие-то пробники здесь тоже лежат. Короче говоря, здесь просто полный хаос, и если вам интересно сегодня навести со мной порядок в этом всем косметическом бардаке, то, конечно, продолжайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну здесь у меня стало намного чище, я все, в принципе, разложила на места. Тоже некоторые вещи на выкидку, например, вот две туши у меня закончились, еще какие-то ватные палочки используемые, всякие бумажки. Кисти я все помою, потом выложу тоже сюда. И давайте браться за самое серьезное занятие, это за вот эту косметичку. Вот так вот у нас все выглядит до, и сейчас я попробую это разобрать на кучке, самое любимое используемое, и такое, что может, в принципе, понадобиться, и такое, что, скорее всего, я точно не буду в ближайшее время использовать. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Вот, в принципе, я и закончила. Здесь все, что я не буду использовать в ближайшее время, скорее всего, поэтому это нужно убрать. Здесь то, что, скорее всего, наверное, пойдет в эту кучку, но этим я не пользуюсь слишком часто. И здесь то, что я очень-очень сильно люблю, и этот пытается убежать от меня. Нет, ты не убежишь, ты будешь здесь. И это то, что я очень сильно люблю, и чем пользуюсь просто каждый день. И давайте сейчас немножко более подробно обо всем этом расскажу вам. Давайте начнем с этой кучки, то, что я собираюсь убрать. Первое. Две новых абсолютно пачки влажных салфеток. Мне не нужно столько много, чтобы было в косметичке. Вполне достаточно одной. У меня сейчас вот эта открыта, и она пускай, собственно, и будет. Дальше. Пудры Hourglass. Я их просто обожаю. Но в последнее время как-то я пользуюсь... Вот они у меня здесь. И вот эта, кстати, с краю, она у меня уже дотерта до дырочки. Я обожаю эти пудры, но сейчас просто я пользуюсь тональными основами, которые не требуют закрепления пудрами, поэтому я и просто-напросто сейчас не пользуюсь. И еще тоже я пользуюсь пудровыми всякими тональными основами, поэтому как-то это у меня лежит и просто занимает место. Отложу ее на какое-то время, пускай, в общем-то, подождет своего часа. Вот это Faberlic. Жидкая подводка коричневого цвета. Очень сильно ее люблю, но эта у меня уже конкретно закончилась. Она уже плохо красит. Надо ее просто-напросто выкинуть. Дальше тоже вот такие кремовые тени от Faberlic. Они очень хорошие, но в то же время я в последнее время не сильно часто использую их как подложку. То есть если нужно будет использовать золотую подложку, я их возьму. Пока они мне как бы на каждый день не нужны. Вот эти две подводки я их убираю, потому что это не те цвета, которыми я буду пользоваться опять-таки. Это вот такой вот зеленый как бы и ярко-голубой цвета. 54-41 зеленый и 54-33 голубой. Подводки эти сами неплохие. У них ужасные аппликаторы, но сами подводки неплохие. Но вот эти цвета мне не нравятся, поэтому я их убираю подальше. Теперь тоже это у меня гель для бровей от Гош тонирующий. У меня это оттенок 0.03. Сейчас он мне не подходит по оттенку и в принципе он у меня уже практически закончился, поэтому можно его просто смело выбросить. Румяна от Sigma, которые вот такие вот кораллового оттенка, кремовые. Как-то в последнее время я их перестала, скажем так, использовать. Как-то они мне поднадоели, поэтому просто их уберу, пускай пока хранятся где-то в другом месте. Бальзам от... Даже не знаю, как правильно это прочитать. Это был подарок тоже моей подруги Лены. И я им не пользуюсь только по одной причине, потому что в косметичке мне неудобно оказалось, что лежит мой бальзам. Я пользуюсь чем угодно, но только не этим бальзамом. Поэтому я его мигрирую, скорее всего, куда-нибудь в ванную или в другое место, где, в общем-то, я буду им пользоваться, потому что лежит без дела. Еще тоже убираю DD-крем от Faberlic. Тоже очень классная штука, как база. Делает кожу очень сияющей, очень красивой. Но опять-таки сейчас вот как база, он мне как-то ни к селу, ни к городу, ни под одну мою тональную основу. Поэтому пока, наверное, его отложу, наверное, ближе к осени его достану, когда кожа будет больше нуждаться в каком-нибудь дополнительном увлажнении и сиянии. Дальше убираю тоже свой консилер от Pixi. Одно время им оформляла брови, как-то забросила это дело. Ну, короче говоря, надо будет опять потом достану. Карандаш от Urban Decay Velvet, черный вельвет. Не нравится мне этот карандаш, практически никогда я им не пользуюсь. Он очень сухой, тянет века, как-то неприятно. Короче говоря, не мой фаворит, и убираю его. Дальше здесь еще тоже, что это? Это Color Tattoo от Maybelline. Оттенок здесь вот такой вот, как розовое золото. К сожалению, эти тени, я их использовала как базу под тени, они у меня засохли. Надо их, наконец-то, уже выбросить, да и, в общем-то, не плакать над ними. Мне все время и жалко было, но надо, в общем-то, их выбросить. Дальше откладываю тоже пудру, закрепляющую от Tarte. Она бесцветная абсолютно, очень хорошая пудра. Единственное, она мне, опять-таки, сейчас вот как-то ни к чему. Прозрачная пудра белого цвета. Очень-очень она мне понравилась в плане закрепления. Она абсолютно не создает какую-то дополнительную такую прослойку в вашем макияже. Хорошо работает, но все сейчас средства для лица, которыми я пользуюсь, и так отлично держатся и без пудры на мне. Поэтому пока уберу, может быть, ближе к лету понадобится. Также убираю NYX Dark Circle Concealer. У меня, кстати, на этот консилер есть обзор на моем блоге. Кстати, если вы еще не знаете, у меня блог недавно обновился, и я там начала выкладывать статьи. Он выглядит сейчас намного лучше, и его можно и на мобильных просматривать, и на планшетах он классно работает. Поэтому вы можете зайти почитать полный обзор на этот консилер. Хоть у него цветы такой довольно привлекательный, но у него есть свои минусы, из-за чего я не пользуюсь им. Я ссылку вам на блог оставлю внизу на этот обзор. Заходите, почитайте, в общем-то, мое мнение. Дальше тоже убираю еще кремовую подводку от ELF. Она очень неплохая. Мне она нравится, но для повседневной жизни я ее не использую, потому что я больше люблю жидкие подводки. Они быстрее, как-то с ними меньше мороки, не надо кисточку искать, не надо ее мыть постоянно. Поэтому гелевые подводки я использую только для каких-то там макияжей, которые делаю на канале. Вот когда понадобится, можно достать. То же самое с базой под тени Лорак. Очень хорошая база, но я в основном использую свою базу от MAC. А это просто, грубо говоря, занимает место. Что у меня под вопросом осталось? Под вопросом у меня остался консилер LA Girl Pro Conceal. Очень-очень неплохой консилер. Но у меня сейчас в таком вот как сильном использовании мой Maybelline консилер. Я хочу его добить, потому что там осталось совсем немножко. И когда я его добью, то скорее всего буду пользоваться этим. У меня оттенок здесь Classic Ivory. И этот оттенок имеет в себе легкий такой персиковый пигмент, что очень хорошо работает с синяками под глазами. Поэтому добью свой Maybelline и скорее всего буду этим пользоваться. Пока я думаю оставлю его в косметичке и пускай полежит. Этот карандаш от Radiant в оттенке Blonde. Это карандаш для бровей. Что-то в последнее время он как-то мне перестал нравиться. Он слишком сильно виден на моих бровях. Он имеет такой немножко теплый подтон. А сейчас с моими волосами как-то это выглядит немного неестественно. Поэтому не знаю, что с ним делать. Хочу попробовать еще пару раз им попользоваться. Может что-то придумаю. Но пока он хочет вот сюда мигрировать очень сильно. Но я пока сомневаюсь. Ладно, оставим его. Вот это кучка абсолютно моих любимых продуктов. То, что я использую на каждый день. То, что я использую в видео постоянно. Расскажу вам сейчас немножко подробнее. Давайте начну с пудры. Это закрепляющая бесцветная пудра. Почему я ее оставила? Потому что вот это именно очень-очень-очень-очень классная. Столько раз я ее использовала. И ни разу она меня вообще не подводила. Многие, кстати, мне задают вопрос. Какую можно бесцветную пудру в масс-маркете найти? Вот это вот от Гош. Очень классная. Она большой объем имеет. Ее хватит, но очень долго. И она действительно классно закрепляет. Сейчас пользоваться, скорее всего, не буду. Но я хочу, чтобы она у меня была под рукой. И нигде у меня не затерялось. Дальше. Тоже у меня здесь вот такая вот есть очень классная штучка от Smashbox. Это тройка теней. И эти тени просто обалденно подобраны. Посмотрите, какие оттенки. Обалденно подобраны для такого классического какого-то Smoky Eye. Вот супер просто наборчик. Тоже не хочу, чтобы они у меня затерялись. Здесь это называется у нас как Photo Op. Это формула этих теней. А сама трешка называется Filter. Классная. Очень удобно. Вот так вот даже вот с собой брать. Особенно для тех, кто там, например, на работу ходит. И на работу там делает какой-то минимальский макияж. А потом надо его дополнить там на свидание, например. И вот с собой в сумочку кинул. Вообще место не занимает. Классный набор. Тоже очень сильно люблю я свою палетку от Sleek. И, грубо говоря, люблю ее больше всего из-за вот этих вот румян, которые здесь находятся. Опять-таки на блоге у меня есть полный обзор на эту палетку. Кому интересно, опять-таки ссылку вам оставлю на нее внизу. Очень-очень классные румяна. Мне идут. И не перестаю им радоваться. А вот эта подводка от Faberlic синего цвета. Я ее обожаю использовать с какими-то теплыми тенями. Например, такими рыжими тенями на веки. Вот эта голубая металлическая подводка. Даже не голубая, она синяя. Темно-синяя металлическая подводка. Просто супер вообще. Теперь что? Мелочевка всякая. Карандаши. Карандаши от Faberlic. Их классическая серия. Люблю эти карандаши. Они очень мягенькие. Очень хорошо наносятся. Не растекаются. Хорошо держатся. Я их уже так прилично сточила. Что черный, что коричневый. Кстати, я заказала тоже цветные. Вот цветные как-то меня разочаровали. А именно черный и коричневый очень хорошего качества. Поэтому остаются здесь у меня. И также остаются две подводки. Жидкий от Faberlic. Это точно такая же серия, как вот эти, которые я убираю синего и зеленого цвета. Вот это коричневое и черное. Больше всего мне, конечно, нравится коричневое. Она имеет именно такой обалденно коричневый цвет, который высыхает. Такое что-то матовое, вельветовое. Очень красиво смотрится. Вообще потрясающе. Вот единственное, что я жалею, что они не сделали классическую кисточку подводки. Как вот здесь, например, было бы вообще тогда идеально. Вот. Эти оставляю. Будем с удовольствием им пользоваться. Дальше карандаш La Cordie 202 оттенок. Конечно же, как же без него. Для карандашной техники, да и для простой подводки. Отлично. Так, что у нас тут еще? NYX. Это гель тонирующий для бровей в оттенке Blonde. Тоже его очень люблю. Оставляю. Также для бровей сейчас использую от Faberlic вот этот карандаш Secret Ideal Browse. Оттенок у него 55-45. Идеальный карандаш для холодных блондинок. Просто вот супер вообще. Цвет прям на 5 с плюсом они угадали. И этот у меня лежит. Он у меня вообще закончился, этот карандаш для бровей. Но он у меня лежит, видимо, из-за вот этой вот щеточки. У меня нет отдельно такого спулика, поэтому использую вот этот. А на Faberlic вообще никакого нет, что, конечно, огромный минус для него. И тоже еще оставила карандаш от Rimmel Scandalize в оттенке Nude. Это светлый карандаш, много для чего нужен. Иногда им можно подчищать макияж. Можно делать более какие-то светлые места, выделять. Например, внутренний уголок глаза под бровь его можно носить. Короче говоря, много у него применений, поэтому тоже его очень люблю. Оставляю еще тоже румяна от Milani в оттенке луминоса. И хоть они мне не очень сильно нравятся, но все равно я пытаюсь как-то к ним привыкнуть. В некоторых макияжах смотрится очень неплохо. Поэтому пока оставляю. И вот это у меня сейчас эти тени на замену моим Maybellum, которые у меня засохли. Это бренд, я не знаю, как он читается. Честно говоря, это опять-таки подарок от моей подруги Лены. Тоже такого вот обалденного розового цвета, металлического. Классные очень тени кремовые. И я их люблю наносить не только под розовые какие-то тени, но под любые, в принципе, такие вот шиммерные тени. Они отлично смотрятся, потому что они не имеют такого прям яркого розового пигмента. Они просто работают как такая перламутровая красивая база под тени. Что, собственно, то же самое и делает и Maybellum. Поэтому они однозначно остаются. Дальше моя любимая база под тени от MAC в оттенке Soft Ochre. Сейчас покажу вам, как она выглядит. Я ее уже довольно много так попользовала. Очень красиво она выравнивает цвет века, все венки, все убирает. И тени у меня на ней держатся просто вообще отлично. Тоже сейчас активно использую консилер от Maybelline из линейки Fit Me. Это десятый цвет. И я использую этот консилер как такую тяжелую артиллерию, когда нужно замазывать какие-то прыщики, какие-то ранки, какие-то покраснения, пигментные пятна. Короче говоря, я сделала отдельное видео на этот консилер. Оставлю вам внизу, как добиться от него самого плотного покрытия. Такое, что перекрывает просто все, что только можно. Тоже оставляю, конечно же, мой бронзер от Nars, который у меня уже очень сильно начинает заканчиваться. Чему я совсем не рада, потому что стоит он сейчас по нынешнему курсу довольно дорого. Но, чувствую, надо будет разоряться, потому что бронзер настолько шикарный, что мне совсем не хочется с ним расставаться. Так, пока я им пользуюсь. И последнее, что еще оставляю, это NYX Wonder Stick. Это корректирующий стик, который с одной стороны имеет вот такой вот светлый оттенок, а с другой стороны он темный. Ну, темный корректор. Очень люблю я этот стик для какого-то жесткого контурирования, для видео часто использую тоже, поэтому тоже обожаю. Ну и, в общем-то, салфетки. Вот это, в принципе, все, что у меня остается. Это уходит, это остается. И сейчас я это все засуну назад в косметичку, и вы посмотрите, насколько меньше это все занимает места. Все, я закончила. Так, конечно, намного лучше. Здесь вот все разложены мои тональные основы, пудры. Это, кстати, штука, которую я сама сделала. Здесь когда-то была свечка, я насыпала сюда гречку и такие-всякие штуки, и теперь здесь удобно хранить кисти ставить. Прикольная штука, мне очень нравится. Помытая моя уже палитра, помытые кисти, и вот как выглядит моя повседневная косметичка. Здесь я уже буквально за 2 секунды смогу найти то, что мне нужно. Очень я довольна, как я все это перебрала, разобрала. Надеюсь, вам это видео тоже было интересно. Ставьте пальцы вверх, если оно вам понравилось. И до встречи в новых моих видео. Пока!